Привет! В этом коротком видео я расскажу, как я создавал в программе Photoshop этот пост, который я разместил у себя в Instagram, какими эффектами и инструментами я пользовался. Для начала я создал новый документ, присвоил ему имя, размер документа 1080 на 1080 пикселей, как для поста Instagram. Всегда присваивайте имя, это очень удобно. Удалил все лишние направляющие и на бэкграунд я расположил вот такую текстуру пластика. Подогнал ее по размерам и понял, что она очень яркая. Я открыл слой с кривыми и настроил их так, как мне нужно. Потом я понял, что это все равно очень ярко и решил снизить прозрачность слоя с пластиком. Объединил все три слоя и у меня получился отличный бэкграунд. Инструментом текст, цвет текста я выбрал белый, я написал слово TikTok. Пост, кстати, у меня про TikTok, не забудьте зайти и поставить лайк. Сделал выравнивание текста по центру. Подогнал размер текста так, как мне нужно. И далее я обязательно присвоил правильное имя для своих слоев. Всегда присваивайте грамотные имена для слоев, это очень удобно. Дублировал текст и нижний текст я скрыл, для того, чтобы если все пойдет потом не так, у меня всегда остался основной текст. Сделал растрирование верхнего слоя с текстом и при помощи стиля слоя придал ему вот такой вот розовый цвет. В принципе, сейчас цвет не важен, можно потом его будет поменять. Далее я дважды дублировал этот слой с текстом, растрированный, и расположил слои, так как мне будет удобно. Самый нижний я покрасил в цвет циан при помощи также стилей слоя и стрелочками на клавиатуре сместил его вправо. Средний текст я покрасил в желтый цвет и также стрелочками на клавиатуре я сместил его влево. В стилях слоя самого верхнего текста я поставил внутреннее свечение белым цветом, не стал сильно его выделять, поставил прозрачность около 30%. Я скрыл два верхних слоя и, используя эффект Motion Blur, я размыл нижний текст примерно на 10 под углом 0 градусов. Включил второй слой и применил к нему точно такой же эффект Motion Blur. Самый верхний слой я размыл по гауссу, примерно вот так. Сочетанием клавиш Ctrl-E я объединил все три слоя. Получился вот такой слой с растрированным текстом, выглядит уже неплохо. Дублировал текст, верхний слой пока что скрыл, а к нижнему применил эффект Filter Liquify. Далее инструментом палец нам нужно будет вытянуть нижнюю часть текста. Если поставить очень большую кисть и начать вытягивать, то текст будет деформироваться весь. Поэтому я поставил не самую большую кисть, среднего размера, и легкими движениями пальцем начал вытягивать вот так текст. Очень нежно и аккуратно. По краям каждой буквы находится другая краска, и если на нее залазить пальцем, то получается очень интересный эффект. Нежно и не спеша я размыл этот текст, затем я дублировал его два раза и присвоил имена слоям с текстом. Далее, выбрав самый нижний слой, я нажал Ctrl-T и удерживая кнопочку Ctrl, нижнюю грань сместил вправо. Нажав сочетание клавиш Ctrl-U, я открыл панель для изменения Hue Saturation и изменил, грубо говоря, цвет этого слоя. Далее я выбрал второй слой с текстом, нажал сочетание клавиш Ctrl-T, также удерживая Ctrl нижнюю грань подтянул чуть-чуть влево. Сочетанием клавиш Ctrl-U изменил Hue этого слоя, получился вот такой интересный эффект. Над этими слоями я создал новый слой, который называется Hue Saturation, и здесь пока ничего не менял. Далее я создал новый слой, пустой, который назвал Brush. Здесь я буду использовать влажную кисть, которой буду размывать вот эти вот хвосты, которые тянутся от букв. Установил нужные настройки кисти. И данные настройки кисти помогут мне создать эффект растекающегося RGB текста. Liquify RGB текст. Легкими движениями кисти я просто начинаю водить по этим хвостам. Главное не перебарщивать, иначе хвосты становятся очень толстые. Легкими движениями я просто вожу сверху вниз по этим хвостам, влево-вправо. Ничего страшного, если вы зацепите краешек, потому что это создаст дополнительную пикантность для нашей картинки. Верхним слоем Hue Saturation я изменяю цвет на тот, который мне больше нравится. В данный момент я использовал оранжевый. Перехожу в самый низ, дублирую основной текст, и дубль переношу на самый верхний слой. При помощи стилей слоя добавляю тексту тень, и инструментом Liquify, приборительно растрировав, конечно же, текст, потому что Liquify применяется только к растровому или к смарт-объектам, и инструментом скручивания начинаю скручивать текст. Здесь также важно не перебарщивать. В принципе, вы можете делать, если будете, конечно же, повторять этот эффект, можете делать так, как вам нравится. Если вначале вы чуть-чуть переборщили и нажали ОК, вы видите, что эффект вам не нравится, ничего страшного, вы можете заново зайти в фильтр Liquify, в настройках бэкграунда включить картинку, и уже пальцем отредактировать деформацию текста, так как вам нравится. Затем я понял, что мне нужен некий эффект глича на тексте, а также применить этот эффект к нижним вот этим подтекам, РКБ к жидкому тексту. Я применил фильтр, стилизация, ветер, попробовал разные настройки и выявил для себя оптимально. Если же вы будете подобрать этот эффект, то вы можете использовать то, что вам нравится. Я применил этот фильтр дважды, сперва в одну сторону, потом в другую сторону, и получился довольно-таки неплохой результат. Верхний слой я скрыл, а к нижнему слою я применил сперва размытие по гауссу, выбрал около двух, и применил также размытие Motion Blur, тоже не сильно большое, среднее значение. И потом я применил эффект стилизации ветра. Но после того, как я применил его, я понял, что мне не очень нравится, и я решил сделать вот такую фишку. Я дублировал слой, и стилизацию ветер применил к верхнему. На верхний слой с этим ветром, относительно нижнего, я выбрал нужный режим наложения слоя, включил слой с текстом, и накинул еще одну текстуру пластика поверх всех слоев. Выбрал нужный режим наложения этого пластика, и слегка изменил у него прозрачно. Точнее, даже не слегка, а довольно-таки сильный. Я решил добавить света. Над самым нижним слоем с бакграундом я создал новый слой, и мягкой кистью поставил вот такие розовые гряды. Потом я создал еще один слой, и точно такой же мягкой кистью, только чуть побольше, я поставил гряд нациановый, и также начертил вот такую полосочку. Потом я объединил эти два слоя с цветом, и бублировал. У нижнего слоя я поставил режим наложения Screen, а у верхнего слоя я поставил режим наложения Color Touch. Меняя прозрачность каждого из слоев, и используя размытие по гауссу, также к каждому слою, я добился нужного мне результата. Точнее, того результата, который меня устраивал. Над слоями с текстом и бакграундом, я создал слой Qsaturation, покрутил ползунки, и поставил оттенок такой, который мне больше нравится. На самый верх я также закинул текстуру пластика, растянул ее по размерам, и изменил режим наложения слоя. Тут я очень долго выбирал такой режим, который мне нравится, и остановился на режиме Screen. Открыл слой с кривыми, и отредактировал контраст этого пластика, который на самом верху, по своему усмотрению. И в завершении картины, сам вверху я создал новый текстовый слой, написал на нем произвольный текст, в пасте у меня написано, почему я удалил тикток. Кстати, если вы перейдете в мой пост, и почитаете, там я объясняю, почему я все-таки удалил тикток. Добавил к этой надписи свечение, при помощи стиля слоя Outer Glow, и поверх всех слоев я создал еще один слой, нажав кнопки Ctrl-Alt-Shift-E, и применил фильтр, Noise-Add Noise, добавил около 6 или 8, и получил вот такой интересный результат.